Далеко не всем спортсменам необходим по умолчанию прием витаминно-минеральных добавок, даже если они соревнуются на самом высочайшем уровне Олимпиада или хотят победить по бодибилдингу на уровне Мистер Олимпия. Такого быть не может. Они гораздо больше тренируют свои мышцы, задействуют больше сил и тратят. Значит, гораздо больше витаминов и минералов. Им точно нужно восполнять дефициты. Но также они едят больше, значит, больше восполняют с едой. Слушай, я это все знаю, я, может быть, чего-то чуть-чуть не добираю и на всякий случай для перестраховки выпью. Мне так легче. Ладно, просто имей в виду. Студия по данным на спортсменах разного уровня. Когда сравнивали прием добавок витаминно-минеральных с приемом плацебо, плацебо может быть иногда даже лучше, чем витаминно-минеральные добавки, которые могут за счет своего антиоксидантного эффекта снижать силовые адаптации у спортсменов. А еще мы знаем, что спортсмены очень сильно зависят от магического мышления и поэтому от 50 до 80% спортсменов верят в всякие ритуалы, приметы. Поэтому все, что теоретически способно улучшить их производительность, будет именно использовано. Включая те же витамины, минеральные добавки, ну и прочие разные вещества, которые обладают сомнительной эффективностью и доказательностью. Сбалансированный рацион способен перекрыть абсолютно все дефициты витаминов и минералов даже у спортсменов. Но все же иногда бывают исключения, о которых стоит рассказать, и мы сделали это в описании.